Сегодня, господа, я покажу вам 15 ароматов, благодаря которым вы будете получать сотни комплиментов. Я начну с 15-го до 1-го. Предчувствую, что многие из вас не будут со мной согласны. Так что оставляйте комментарии, особенно если я пропустил ваш любимый аромат. Итак, начнем. На 15-м месте у нас находится Давидов Кулуотер. Эти духи подойдут многим мужчинам. Почему? Потому что они работают. Они приносят комплименты. Один парень мне написал в комментариях, что пользуется ими, когда идет на работу. И получает больше комплиментов, чем когда использует более дорогие духи. Он также написал, что там, где он живет, очень жаркая погода. 45 градусов Цельсия. При такой температуре не каждые духи работают, как Давидов. Ну и при всех таких положительных показателях, почему они не находятся выше по списку? Потому что они обычные. Один раз я прочитал от парня, что он пошел на свидание от Тиндера, и его партнерша услышала запах этих духов и начала плакать, потому что они напомнили ей бывшего. Она просто встала, обняла этого парня и распрощалась с ним. Так что, друзья, надеюсь, с вами такого не произойдет. Далее у нас идет Дольче и Габбана Пур Ом. Если попросить женщину описать этот аромат, то она скажет кэжуал, элегантный, секси, романтичный. Они отлично работают, и вы будете получать комплименты весь день. Верхние ноты духов состоят из бергамота, апельсина и лимона. В середине у нас лаванда, шалфей, кардамон и перец. И в базе у нас сандал, кидр, мускус, бобы тонка, ирис, табак и кумарин. Они не такие обыкновенные, как кулуотер. Так что, это отличная рабочая лошадка практически для любой ситуации. Далее у нас идет Диор, Фаренгейт. Верхние ноты у него из лаванды, мандарина, боярышника, цветы мускатного ореха, кедра, бергамота и лимона. В середине у нас мускат, жимовость, гвоздика, сандал, фиалка и жасмин. И в базе у нас кожа, бобы тонка, янтарь, пачули, мускус и ветивер. Мне написал парень, ему жена подарила такие вот духи. Он использовал их на свидание. На следующий день надевает свою обычную одежду, чтобы пойти в магазин. И тут его останавливает одна женщина и спрашивает, что у вас за духи? Хочу такие же своему мужу. Если хотите так же, чтобы вам делали комплименты, выбирайте Диор, Фаренгейт. Далее у нас идет Лазер Бай Комодити. Я читал разные ревью на эти духи и могу сказать, что очень разносторонне все. Наверное, это связано с названием. Их не надо было называть, просто Лазер. Надо было придумать что-то более сложное. Я даже прочитал в одном ревью, где женщина написала, их надо было назвать Эйджет Лазер или Нейчурал Лазер. Вот что по-настоящему передает аромат. Взрослые виски с оттенками вина. Эти духи сделаны так, как делали вещи раньше, на совесть, чтобы они могли долго служить. Господа, вот что по-настоящему интересно в духах, надо пробовать и через свой опыт проживать, что они из себя представляют на самом деле. Потому что я могу вам назвать верхние, то на середину и базовый уровень. Но вы сможете это понять, только попробовав. Это отличается. Господа, давайте перейдем к нашему следующему претенденту Версачи Эрос. Хочу сказать спасибо тем, кто показал мне эти духи. Я мало что о них знаю, но могу сказать, что они просто великолепны. Верхние нотки тут это лимон и бергамот. В середине у нас бобы тонко и герань. И в базе у нас мускус, амброксан и сандаловое дерево. Когда люди пробуют описать эти духи, то они будто говорят о любви. Как бы это имеет смысл? Эрос, это же бог любви. Могу сказать, что они проделали фантастическую работу, поместив это во флакончик. Люди делают видеоролики, где подсчитывают, сколько комплиментов можно получить при помощи этих духов. И многие искренне удивлены, насколько эти духи пользуются успехом. Далее One Million от Пак Карабанне. Верхние ноты это мята и красный мандарин. В середине роза корица и специи. И в базе идет кожа, белое дерево, янтарь и индонезийский пачули. Некоторые люди ставят дизлайк этим духам, потому что они не держатся долго. Но я также читал и другие ревью людей. Так что думаю, все зависит от химии вашего тела. В одном ревью мужчина, которому 50 лет, писал, что эти духи его мотивируют и помогают чувствовать себя лучше. Но каждый раз, когда он выходит на улицу, он улыбается, потому что женщины смотрят в его сторону, ведь им нравится, как он пахнет. Так что если вы ищете духи, которые бы кричали о том, что вы сексуальный бизнесмен, One Million это ваш выбор. Далее у нас идет Room 1015 от Electric Wood. Верхние тона состоят из амброксана и кедра. Сердцевина из дуба и смолы. База состоит из ориса и мускатного ореха. Не думаю, что многие знают об этих духах, но когда я в первый раз попробовал их, они мне сразу понравились. Знаете почему? У них есть крутая история. Например, про концертный зал с рок-группами. Когда я нюхал эти духи, то будто увидел эту комнату, где слэмится куча рокеров. Так что я уверен, эти духи принесут вам много комплиментов. Потому что эти духи вселяют в вас невероятную уверенность и они уникальны. Далее у нас идут Malin и Goets Dark Room. Верхние ноты состоят из бергамоты, и сливы. Сердцевина из кожи и рома. База из янтаря и пачули. В запахе рома есть какая-то магия, которая нравится женщинам. Может это послевкусие или образ пиратов. Не знаю, но когда я думаю о роме, то меня это отбрасывает в Пенсаколу, Флориду, когда я был моряком. Блин, это было так весело в то время, когда мы ходили на сушу и веселились всю ночь. Вот о чем мне напоминают эти духи. Мы слушали Джимми Баффета, проводили отлично время с друзьями и, конечно, пили ром. Далее у нас идет Джон Варватас Винтаидж. Верхние оттенки это полынь, базилик, ревень, айвафенхель и перец. Сердцевина состоит из можжевельника, ягод, лаванды, корицы с жасмином, корень и риса и зеленые листья. В базе у него бобы тонка, табак, замша, пачули, дубовый мох и пахта. Джон Варватас известен за свой рокерский дух, но эти духи более напоминают старую школу Европы. Но если можете себе представить, то аромат этих духов это как путешествие в Италию. Затеряться где-то среди маленьких улочек, попасть в ресторан, вкусно поужинать и затем встретить чудесную незнакомку. Вот о чем эти духи. Так что, когда вы используете такие вот духи, вы словно автоматически становитесь романтиком, который знает, как шикарно провести время. Давайте перейдем к аква-ди-жо-пур-хомме. Верхние ноты это морская вода и бергамот. Сердцевина, герань, шалфей и розмарин. База состоит из пачули и благовонии. Когда я слышу этот аромат, то я представляю себя где-то на лодке в Средиземном море. Я вижу вокруг себя море и мой разум абсолютно ясный. Это восхитительные духи. Да, звучит как что-то повседневное, но эти духи обладают некой своей силой. Они будут долго держаться, так что считают, что это отличный выбор для многих мужчин. Они выделяются среди других, при этом обладают чистым знакомым ароматом. Следующий это Амадж Джабилейшн 25. Эти духи вполне могли быть как выше, так и ниже по списку. Они просто очень мультиполярные. Многим людям такие не нравятся, потому что они могут показаться слишком сложными и уникальными. Другим же людям они нравятся. Итак, если вы уже давно увлекаетесь духами и у вас есть коллекция из 15 штук, то эти духи стоит добавить в свою коллекцию. Потому что в ревью я прочитал много комментариев о том, что эти духи просто сносят крышу. От того, насколько нафаршированы эти духи и какой у них уникальный аромат на самом деле. Так что если вы ищете духи, которые выделяются, то это ваш выбор. Далее у нас идет Блу де Шанель. Некоторые люди будут против этих духов. Они напишут в своих ревью вот что. Это хорошие духи, но в них нет ничего особенного, чтобы их выделить. Но на мой взгляд это как раз и есть секретное оружие этих духов. Это базовые рабочие духи. Они не будут высоко в списке, потому что они действительно не сильно выделяются. Но вы знаете, это отличные духи. Блу де Шанель, разносторонний магнит для комплиментов и универсальный утолитель желаний, выбрав который невозможно ошибиться. На следующем месте у нас мог оказаться Ив Салуран Лануит. Но вместо него я выбрал Сальваторра Феррагана Эвблэк. Я тут нашел несколько очень хороших видео, где люди делали классные сравнения. Согласен, это довольно разные духи, но они довольно похожи. Если вы ищете сильный аромат, в котором есть сильный аромат лаванды, то Феррагама Эвблэк это то, что вам надо. Итак, на втором месте у нас находится Крит Авентус. Лично я люблю эти духи. Да, они дороговаты, но стоит вам их нанести на себя, как вы сразу начнете выделяться на общем фоне и будете получать комплименты целый день. Эти духи настолько хороши, что я получил три комплимента, пока шел по аэропорту в Атланте. Даже водитель Убера, то была женщина, она тоже подарила мне комплимент. А так два человека в аэропорту просто подошли и сказали мне комплимент насчет моих духов и спросили, что это за аромат. На самом-то деле я их тогда взял у своего друга, а потом купил себе флакончик в коллекцию. Так что да, это отличные духи, чтобы получать комплименты. Если вам позволяют финансы их купить, делайте это смело. На первом месте, думаю, для вас это не сюрприз, Диор Саваж. Высокие оттенки у него состоят из перца и бергамота. Сердцевина у него герань, лаванда, цветной перец, розовый перец, витифер и пачули. В базе находятся кедр, лабденум и амбраксан. Эти духи подойдут многим мужчинам. Я смотрел на одну статистику, многие исследования ставили эти духи на самые высокие позиции. Их легко достать, это очень простые духи. Ну, я бы не сказал, что они прям очень простые. Потому что их цена все-таки делает их более доступными для богатых парней. Но эти духи, если вы их используете, то комплименты вам гарантированы. Какое видео смотреть дальше? Как насчет этого? Как правильно наносить духи? Очень много мужчин допускает так много ошибок, когда наносят духи. Переходите на видео и прекращайте делать эти ошибки.